Фитца под прицелом. Прага требует завершения российско-украинской войны. Латвия готовится к возможной оккупации. В эфире Нехта самые важные и интересные новости к этому часу. Выстрел практически в упор. Роберт Фитца – жертва киллера. Кто и зачем нажал на курок? Россия не вернет территории, а войну пора заканчивать. Заявление президента Чехии. Почему Петр Павел заговорил о мире? Мог бы быть какой-то компромисс, но не без согласия Украины, Россия и стран, которые будут выступать гарантами этого соглашения. Россия бьет по украинским городам. За три месяца практически полтысячи ударов. И все это делает страна, которая называет себя другом устава ООН. после покушения на него. Накануне он был доставлен в больницу города Банско-Бистрица. Стрелок открыл огонь в городе Ганглова, возле местного дома культуры. Из него Фитца вышел к людям после выездного заседания правительства. Мне очень жаль, что полиция не проверила всех нас, стоявших здесь с 10 утра. Мы могли бы показать свои пустые руки. Мы шли пожать руку господину Фитца. Я фотографировала его, когда он выходил из здания. Мы долго ждали. Мы были взволнованы. Мы хотели пожать ему руку. Этот момент мы услышали что-то вроде петарды. Мы подумали, что кто-то пошутил и бросил петарду на землю. Это была моя первая реакция. По данным Рейтер, стрелял Фитца мужчина, автор поэтического сборника и бывший сотрудник частной охранной компании. Сейчас он задержан. Местные СМИ сообщают, что он владел оружием на законных основаниях. Совершил он пять выстрелов. Словацкие СМИ назвали имя стрелка. Это Юрай Центула. Это нападение было ужасным инцидентом. И я рассматриваю его как атаку на принципы демократии Словацкой республики. Такого ужасного нападения в Словакии еще не было. Произошло то, что мы еще не можем осознать. Физическое нападение на премьер-министра – это нападение не только на человека. Это нападение на демократию. Любой вид насилия является неприемлемым. Ненавистная риторика, которую мы наблюдаем в обществе, приводит к ненавистным поступкам. Пожалуй, давайте остановим это. Окупанты бьют по украинским городам. Целью стали Харьков, Николаев, Днепр и Херсон. В среду только в Харькове сигнал воздушной тревоги работал практически 20 часов. За сутки были прилеты пожилой застройки. Враг использует технику запугивания людей, чтобы люди выезжали из города. Но пока не идет речь об эвакуации из города Харьков. Наоборот, мы принимаем в Харьков. Приезжают люди из районов, где сейчас идут активные боевые действия. С конца февраля Россия нанесла 388 ударов по 131 объекту энергетической инфраструктуры, гидро- и теплоэлектростанциям, платинам и системам передачи электроэнергии. Эти удары уничтожили почти всю тепловую генерацию Украины. Только 27 апреля были повреждены четыре тепловые электростанции. 8 мая Россия атаковала еще две гидроэлектростанции. И они больше не работают. И все это делает страна, которая называет себя другом устава ООН. Войну необходимо заканчивать и начинать обсуждать будущие договоренности. Так считает чешский президент Петр Павел. В интервью британской прессе он рассуждал о нынешней ситуации на поле боя. Говорил, что Украина готовилась к наступлению россиян. Однако сейчас Павел считает, что Киеву не удастся деоккупировать всю территорию Украины. Мы должны быть реалистами. Было бы наивно утверждать, что Украина сможет вернуть себе оккупированные территории в обозримом будущем. Россия не откажется от территории, которую она оккупирует. Нам нужно остановить войну, а затем начать обсуждать дальнейшие действия и договоренности. Мог бы быть какой-то компромисс, но не без согласия Украины, России и стран, которые будут выступать гарантами этого соглашения. Напомню, что Петр Павел бывал в Киеве, и именно его страна инициировала закупку вооружения для Украины на деньги ЕС. В частности, речь шла о миллионе артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы. В Минобороны Латвии решили рассказать жителям страны, что делать, если территорию страны оккупируют. В буклете на 93 страницы под названием «Что делать в случае войны» расписаны советы, подробные инструкции. Например, на страницах буклета рассказывается, что делать и как себя вести в зоне боевых действий, как подготовиться к возможной осаде города, как коммуницировать в период военных действий. И что делать, если оказался в оккупации. Всего в буклете три раздела. Избегайте контактов с солдатами оккупационных сил и не подвергайте свою жизнь опасности провокационным поведением. Например, открытой съемкой или попыткой сделать фотографии публичным проявлением неповиновения. Президент Турции Эрдоган говорит, что Израиль может начать новую войну, когда победит Хамас. При этом Эрдоган называет Турцию возможной жертвой нападения Израиля. Турецкий президент обещает и дальше поддерживать террористов из Хамас, даже если останется сам. Они критикуют нас, потому что мы поддерживаем Хамас. Не думайте, что Израиль остановится в Газии. Если это бесчинствующее государство, это террористическое государство не будет остановлено, рано или поздно они нацелятся на Анатолию. Израиль нападет не только на палестинцев в Газии, но и на нас. Я хочу, чтобы все знали, что даже если я останусь один, как Таип Эрдоган, я продолжу защищать права угнетенных палестинцев, сирийцев, сомалийцев и суданцев. Мир реагирует на протесты в Грузии и решения грузинских властей одобрит в третьем чтении так называемый закон об иноагентах, который чаще называют российским законом. В НАТО, например, назвали решение правительства Грузии шагом в неправильном направлении, который отдаляет Грузию от европейской и евроатлантической интеграции. Принятый закон объявляет гражданские организации и СМИ, которые получают более 20% своего финансирования из иностранных источников, организациями, которые действуют в интересах иностранного государства. Этот чрезмерно широкий закон может привести к тому, что эти организации подвергнутся стигматизации, столкнутся с атмосферой недоверия, страха и враждебности. Требование о регистрации также может оказать сдерживающие воздействия, значительно сократив деятельность этих организаций. Подавление различных мнений по вопросам, представляющим значительный общественный интерес, только осложнит способность правительства эффективно реагировать на многочисленные вызовы, стоящие перед страной. Польский судья, который бежал в Беларусь, теперь заочно арестован в Варшаве. Томаша Шмидта лишили иммунитета и выдали ордер на арест сроком на три месяца, сообщает польская пресса. Напомню, что против Шмидта в Польше открыто уголовное дело по подозрению в шпионаже. Известно, что в Варшаве он участвовал в 37 делах, которые были связаны с секретными данными. При этом в Польше уверяют, что не идет речь о том, что Шмидт имел доступ к неким секретным планам НАТО или же документам Польши, которые связаны с госбезопасностью. Кстати, в Минске Шмидт подхватил российские и белорусские пропагандистские нарративы и заявил, что подал в отставку в знак протеста против несправедливой политики Польши в отношении Беларуси и России. Уже 18 мая состоится бой между Усиком и Фьюри. Боксеры уже находятся в Рияде, и именно там, на местной киндом-арене, и произойдет их битва. По данным СМИ, Фьюри и Усик получат рекордные гонорары за всю историю своей карьеры. Фьюри 69 миллионов, а Усик вдвое меньше – 34 миллиона долларов. 18 мая весь мир станет свидетелем исторического события. Все будут помнить, где они были, когда смотрели этот бой. Был ли он в прямом эфире в Риаде, в этом прекрасном городе, или они смотрели его по всему миру. Но одно можно сказать наверняка – они никогда не забудут, потому что это исторический момент не только в боксе, но и во всем мире спорта. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Суперспасибо» под нашим роликом или становитесь постоянным спонсором канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от «Нехта» ищите, как всегда, в Телеграм-каналах или на платформе «Икс». Спасибо вам за доверие, то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей! Субтитры создавал DimaTorzok